И в завершении выпуска акции «Отцовский патруль. Мы готовы» стартовала в Наринмаре в эти выходные. Идея проведения спортивного праздника принадлежит Уполномоченному по правам ребенка при президенте России. В Ненинском округе она проходит под эгидой регионального омбудсмена по правам ребенка и недавно созданного в округе Совета отцов. Цель мероприятия – привлечь детей и их родителей к совместным занятиям массовым спортом, а также подготовке населения округа к выполнению нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Торжественное открытие мероприятия «Отцовский патруль. Мы готовы» состоялось в эти выходные в спорткомплексе «Труд». Здесь собрались взрослые и дети, желающие сдать комплекс ГТО. Десятилетняя Дарья Субыч пришла вместе с родителями. Девочка состоит в детском совете при Уполномоченном по правам ребенка. Говорит, что дружит со спортом, хочет получить заветный значок ГТО. ГТО – это спортивное соревнование какое-то, где люди поддерживают свой здоровый образ жизни и соревнуются, смотрят, в чем им нужно догонять, в чем им не надо догонять. Ну и просто веселятся, развлекаются. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» – полноценная программа и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровления нации. На самом деле традиция сдачи ГТО, она очень давняя. ГТО зародилась в Советском Союзе, вы знаете, и, к сожалению, утратила себя. Сейчас эта традиция возрождена. Я считаю, что это правильно и надо ее поддерживать всячески, что и мы собираемся делать. Основным организатором мероприятия на территории Ненецкого округа является Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Ненецком округе. Совет создан совсем недавно, но цели ставят перед собой глобальные – помочь родителям в воспитании подрастающего поколения возродить утраченные ценности. Люди не понимают, на самом деле, что происходит, или живут каждый сам для своих каких-то интересов, которые в будущем не будут иметь смысла даже. А вот сейчас очень важно, чтобы молодежь поднять, да, нравственно воспитать, по совести как-то. Все считают, что это и делают, но по сути, по факту мы смотрим, что это далеко не так все. И вот проекты, как Совет отцов, дай бог будет проект Совет матерей, да, там, они призваны к тому, чтобы менять общество к лучшему, чтобы будущее наше было светлым. Вот и все. Желающие принять участие в акции должны были зарегистрироваться на официальном сайте ГТО, получить индивидуальный ID номер и заполнить индивидуальную заявку. Для того, чтобы стать участником ГТО, нужно официально зарегистрироваться на сайте ГТО. Для кого-то это сложность, для кого-то достаточно легкая процедура оказалась. И после того, как вам выдают номер, такой идентификационный номер, вы можете стать участником вот этой акции. Участие в сдаче норм ГТО могут принять, что говорится, от мала до велика. Возрастной ценз от 6 до 70 лет и старше спортивные упражнения комплекса имеют три уровня сложности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знаком отличия готов к труду и обороне. Отлично. Сложно? Нет. А почему вы решили норму ГТО? Зачем вам это надо? Ну, во-первых, я работаю учительной физической культуры в третьей школе, и необходимо показывать пример детям. Акция «Отцовский патруль. Мы готовы» довольно протяженная. В эти выходные состоялся первый этап. Впереди еще самые сложные испытания. Бег на лыжах и кросс. Сдать нормативы ГТО не так и сложно. Количество раз равно для женщин, ну, например, 10-15. В принципе, по силам и зависит от возраста. Ну, вот, например, в моем возрасте отжаться нужно на золотой значок порядка 10 раз. В Ненецком округе в 2018 году знаками отличия ГТО разного достоинства награждены 75 жителей округа, участвовавшие в зимнем и летнем фестивалях, а также в фестивале, приуроченном ко дню Ненецкого автономного округа. При этом 26 любителей спорта стали обладателями золотых знаков отличия ГТО. 28 серебряных и 21 бронзовых. Ольга Руслова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.